Привет всем, с вами Пашкевич Анна, это канал Процветок, на котором я рассказываю о здоровье и овощах с научной точки зрения. Из этого видео вы узнаете об одном лекарственном растении, которое стоит у нас на подоконниках, но известно миру в качестве лекарства уже на протяжении 5000 лет. Еще древние люди заметили, как быстро это растение затягивает любые раны, которые образуются на его листьях. И они задали вопрос, если это растение так легко и быстро исцеляет себя, то наверняка оно может так же легко и быстро исцелять организмы людей. По этой причине уже на протяжении более 5000 лет это растение используется в народной медицине на всем земном шаре. Достаточно широко и повсеместно данное растение было распространено и его использовали в качестве основного лечебного средства. Наверняка все помнят подоконники бабушкиного дома, которые были уставлены именно горшками с этими растениями. Наверняка вы догадались. В этом видео я говорю об алое. Именно алое использовалось как основное лекарство до тех пор, пока медицина не шагнула далеко вперед. Но несмотря на это, люди все равно возвращаются к этому проверенному растению. Алое содержит огромное количество различных питательных компонентов, различное количество всевозможных биохимических элементов, витаминов, минералов, которые благоприятно действуют на наш организм, увеличивая жизнеспособность и ведя наш организм к оздоровлению. Каким же образом алое оздоравливает наш организм? Существует масса различных заболеваний порядка 60, которые связаны именно с изменением диаметра капилляров. Именно капилляры мелкие сосуды, которые по протяженности в нашем организме составляют цифру 150 тысяч километров, отвечают за развитие таких заболеваний, например, как псориаз, астма, аллергия, рак и другие заболевания. Когда в наш организм проникают различные чужеродные частицы, различные компоненты химической и нехимической природы, снижается диаметр капилляров и таким образом возникает развитие различных заболеваний. Так вот, именно сок алое восстанавливает первоначальный диаметр капилляров. Собственно, в этом и заключается его биологическое воздействие на наш организм. Так вот, именно Роман Акадо всякий раз паломникам на обратный путь давал с собой приготовленный раствор с содержанием алоэ вера и рецепт по тому, как правильно пользоваться этим растением для того, чтобы оздоравливать организм. И всякий раз, когда излечившиеся паломники возвращались к нему, Роман Акадо делал запись. И на протяжении многих лет он установил цифру излеченных людей. Это было порядка 70% от безнадежно больных паломников. Для того, чтобы правильно приготовить качественный раствор с содержанием алоэ, необходимо само растение. Лучше использовать растение, которое старше 3 лет. Также потребуется мед, какое-либо спиртосодержащее вещество. Например, можно использовать настойку, ликер, спирт или даже водку. Сейчас я вам расскажу рецепт приготовления этого чудесного лечебного вещества. Для этого нам потребуется 150 граммов чистого алоэ вера. Что нужно сделать? Нужно взять наше растение, отрезать у него несколько листьев. Как правило, это нижние листья. Очистить от наружных покровов и всю внутреннюю массу, все внутреннее содержимое аккуратно извлечь. Можно использовать подручные материалы, например, нож, но лучше это делать ложкой. После того, как мы извлекли эту массу, добавляем в нее 250 граммов меда и несколько столовых ложек спиртосодержащего вещества. В моем случае это настой на травах. Собственно, эти три компонента мы помещаем в миксер или просто измельчаем, доводим до однородной консистенции и все это соединение готово к употреблению. Употреблять мы его будем минимум за 15 минут до еды, хотя бы 3 раза в день. Вот такой несложный рецепт из незаслуженно забытого бабушкиного растения, которое называется алоэ, можно приготовить и использовать на оздоровление нашего организма. Не забывайте про подписки и лайки, оставайтесь на канале про цветок. До новых встреч!